На Садовый? Да, да, дом на Садовый. Садовый или Толстого? Да, 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 да. Садовый 120, по-моему. У Елены Кочаровой всегда готов ответ на любой вопрос, особенно если дело касается Самары. Женщина работает экскурсоводом. Казалось бы, багаж знаний внушительный. Однако нет предела совершенству, поэтому в этот раз Елена на экскурсии в качестве гостя. Потому что действительно на таких экскурсиях узнаешь много, опять же, из истории Самары. Открываешь для себя что-то новое, интересное, необычное и насыщаешься духом Самары. В этот раз пешая экскурсия от Самарского литературного музея приурочена ко дню рождения Екатерины Волжиной, жены писателя Алексея Пешкова, известного под псевдонимом Максим Горький. Именно Екатерина Пешкова внесла вклад в развитие литературного музея в областной столице. Она приезжала в Куйбышев, приезжала в 1948 году, три дня здесь жила, водила, возила музейщиков по всем адресам, которые сохранились в ее памяти. Она приезжала в Куйбышев в 1957 году, она дарила нашему музею много подарков, личных вещей Горького, фотографий, подарков, которые делал Горький когда-то ей, а теперь она дарила сюда, в Куйбышев. Формат встречи необычный. Участникам предложили посмотреть на Самару глазами знаменитого писателя. Маршрут начался с дома, где жила жена Максима Горького. И эта локация далеко не единственная. У нас на маршруте сразу несколько интересных мест. То есть это и редакция «Самарской газеты», где трудился и Горький, и Екатерина Павловна. Это и Самарская публичная библиотека, которая один из самых таких смешных, остроумных филетонов напишет «Молодой Горький». «Молодой Горький», а точнее пока еще и Гудин Хламидо, самый популярный псевдоним Горького Пешкова здесь в Самарской газете, приходит зимой, судя по всему это зима 1996 года, приходит в Самарскую публичную библиотеку. Этот поход обернулся для Алексея Пешкова настоящей трагедией. Дома он не досчитался парой любимой обуви. После мучительных поисков он все-таки нашел свои калоши в кармане верхней одежды. Так над ним решили подшутить местные юмористы. И эта история далеко не единственная, что связывает Горького с Самарой. В городе он прожил 15 месяцев. Именно в этот период впервые были опубликованы его известные произведения. «Песня о соколе», «Старуха из Эргиль» и «Однажды осенью». Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.